Сегодня мы с вами запишем обзор на красное полусухое вино от винодельни Паула Лео. Это Италия, Апулия. Вино называется Паса Дель Кардинали. Вино, которое поражает прекрасным соотношением цена и вкус, что они однократно подтверждаются разными винными гидами. То есть, и даже здесь, если вы обратите внимание на этикетку, то увидите плашку от винного гида Гамбара Росса. Три бокала, рейтинг красная креветка. Уже не первый раз, и мы понимаем, что это достаточно заслуженно. Почему? Потому что сорт винограда примитива иногда бывает недооцениваем винными профессионалами. Из-за того, что в нем может недоставать тело или быть излишняя приторность. Здесь вино полусухое, но оно в этом состоянии очень гармонично. То есть, вино, в которое собрало себя приятную фруктовость ягод, в первую очередь черных, вываренных. Это черная смородина, ежевика, это ерга. Ликерная вишня. Здесь есть землистые тона. Лиссистые оттенки, то есть, немножечко подлеска, тонов мокрой древесины и прелой листвы. Оттенки эмпероматики, то есть, табачный дым и хюмидор. Вино сложное, вино развивающееся в бокале. Полусухое прочтение, наверное, ему даже и на пользу. Объемное тело, очень длительное послевкусие, хороший баланс фруктовости и кислотности сорта. Нет провалов по телу. То есть, ну, здесь я не вижу никаких дефектов, а знаю, что оно при этом и не слишком дорогое. Я бы очень рекомендовал его к вашей пробе. Мы поставим его 90 баллов из 100, а по рекомендации стоит, наверное, употреблять его с первыми блюдами, такими как пастами с насыщенными томатными соусами, мясными рагу, которые приготавливаются, допустим, из свиной шеи с добавлением большого количества овощей, томленых, таких как томат опять-таки, баклажан, кабачок. Это все будет очень гармонично, тем более вы можете достаточно ярко приправить блюдо и вино с этим, безусловно, сможет справиться. Также я рекомендовал бы блюдо из мясного фарша, можно и скомбинированно из говяжьего и свиного. Поэтому пробуйте, выезжайте с ним на пикники, оно вас не разочарует.